Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и как обещал в предыдущем видео, в котором я выкатывал из ангара Химеру, я выкатываю из ангарщика М4 для того, чтобы показать на что он реально способен и что это действительно за тяжелый танк такой на восьмом уровне и выскажу исключительно честное мнение по поводу танчика. Если вы за честность на канале, если вас интересует справедливое мнение по поводу машин, обязательно подписывайтесь на данный канал, потому что я ни в коем случае не посоветую вам чего-либо, что может потенциально вас расстроить, а М4 потенциально расстроить вас действительно может. Своё мнение в отношении набора я уже высказал и там сказал по поводу ценников на машину и ссылочку на это видео добавил в описании. Там же я выкатывал, как говорил, Химеру из ангара для того, чтобы показать на что она способна. В отношении М4 тут в целом всё нормально, в целом всё бодро, плюс 40, минус 18. Довольно неплохой угол склонения орудия вниз, минус 8, что гораздо больше, чем у многих тяжелых танков на уровне. Неплохое пробитие в 229, не идеальное, просто неплохое. 310 единиц альфы, вроде бы неплохо. 4 снаряда в магазине, вроде бы даже хорошо. Но, блин, перезаряжаются эти снаряды между собой целых 7 секунд. Это время перезарядки тяжелого танка на 8 уровне с цикличным орудием. Зачем это сделали? Я не понимаю. Это не барабан. Потому что потом, ребят, вы уходите еще на 14 секунд на перезарядку всего магазина. То есть сначала ты играешь, как на обычном цикличном орудии, а потом еще и уходишь на дополнительное время перезарядки. То есть такое впечатление, что через каждые 4 выстрела время перезарядки твоих снарядов увеличивается в 2 раза. Почему так? Я, честно говоря, не совсем догоняю. Давайте возьмем ту же самую акулу для примера. Тяжелый танк 8 уровня. Смотрим на ТТХ по орудию. Здесь у нас 8,3 секунды. Да, немножко больше. Но, ребят, те же самые 310 единиц альфы, 220 единиц пробития, что, в принципе, практически то же самое, что на М4. И при этом всем я просто через каждые 8,3 секунды отправляю по 310. То есть я не отправляю по 310 каждые 8 секунд, а потом еще 16 перезаряжаюсь. То же самое можно сказать про многие тяжелые танки на 8 уровне. Если мы говорим с вами о барабанах, то, допустим, тот же самый Т-77, который обладает типичным барабаном для нашей игры, правда, не на 3 снаряда, а на 2, имеет время перезарядки между собой снарядов в 2,5 секунды. Накидывает 380. И да, потом уходит на долгое время перезарядки самого магазина. Но ты, по крайней мере, понимаешь, почему это происходит. А почему это происходит с М4, я реально понять не могу и понять не могу уже давно. В отношении брони, да, броня здесь есть, вопросов нет. Вот этот фартух, а точнее шарф, неплохо закрывает башню в отношении мордочки. Здесь у нас тоже все довольно неплохо. Есть серые зоны, но в основном танкует довольно неплохо. Есть, правда, вот эта комбашня, которая довольно часто подводит. Но кто у нас без комбашни-то, в конце концов, в игре присутствует. Ладно, меньше разговоров, больше дела. Поехали, попытаемся затестить, на что он реально способен. Ну что, ребят, поехали. Давайте попытаемся покататься. Поеду вместе со всей командой. Я не понимаю, почему сейчас наш тяж решил отколоться от всей группы. Тем более, исходя из того, что у нас два тяжа против трех вражеских. Мне кажется, что все-таки кучей идти было бы гораздо более продуктивно. Ну ладно, принял он такое решение. Пусть едет, я его прикрывать не буду. Что могу сказать в отношении подвижности? С учетом того, что машина неплохо забронирована, особо к подвижности цепляться я не буду. Есть да есть, едет, все, проехали. В отношении орудия. Если вы когда-то играли на ИС-3 защитнике, или он у вас есть, то вы поймете, о чем я говорю. Играется точно так же. То есть, у тебя есть барабан, который ты реализовываешь долгое время. То есть, вот, кинул выстрел. Я сейчас сделал 300 урона. Жду. Жду столько же, сколько на обычном цикличном орудии. Делаю еще один выстрел. Накидываю 283. Жду еще. Ладно, заряжаю голдовый, так чтобы больше была вероятность того, что все-таки пробью. И опять жду перезарядки снаряда. Накидываю еще. И все, ребят. Я ушел на перезарядку магазина. Хотя, по факту, не было бы абсолютно ничего плохого, если бы здесь это орудие сделали просто цикличным. То есть, без вот этого времени ожидания перезарядки всего магазина. Оно здесь реально просто лишнее. Это не была бы имба абсолютно. Это не был бы какой-то супер-мега-нагибатор. Это был бы обычный хороший танк с обычной хорошей цикличной пушкой. Да, хорошо, если прям совсем цепляться, давайте сделаем ему перезарядку, не знаю, там, на какую-нибудь полсекунды, секунду дольше. Но это, по крайней мере, было бы объяснимо. Когда вы играете на ИСе третьим защитником, что вы имеете? Вы имеете барабан на три снаряда, который точно так же хреново перезаряжается после того, как вы его опустошили. Но там, по крайней мере, понятно, почему так. Ну, хотя бы потому, что за каждый выстрел вы наносите существенно больше урона, нежели делаете это на М4. Я сейчас, как дурак, катаюсь с двумя снарядами, но, наверное, все-таки перезаряжу полностью магазин. Потому что, надеюсь, что к моменту, как я приеду к Яге, мои четыре снаряда будут лучше, чем два. Хотя, по большому счету, если задуматься, это так не будет. Потому что, когда я приеду и сделаю выстрел, я опять-таки буду перезаряжаться как цикличное орудие. И, в принципе, на время боя, которое осталось, мне бы этих двух снарядов вполне себе хватило. Вот сейчас делаю выстрел, и был бы это обычный какой-то барабан, я бы сейчас кидал уже следующую тычку. Ну и, соответственно, добрал бы товарища или, по крайней мере, нанес бы ему урон. Здесь это, к сожалению, так не работает. И третий выстрел я просто физически не успеваю сделать. Вот такой вот он М4. Играбельный ли? Ну, в принципе, да. Потому что есть броня, есть плюс-минус живучесть. И при грамотной нормальной поддержке команды ты успеваешь перезарядить свой барабан и дальше выезжаешь для того, чтобы накидывать через каждые 7 секунд. Но, рил, это неинтересно. Это мое скромное мнение. Вы свое обязательно пишите в комментариях. 2000 единиц урона. Один уничтоженный соперник. Знак классности третьей степени. Что у нас в отношении фарма? В целом, многие данную тачку за фарм серебра хвалят. Хотя, если хорошенько присмотреться, то ты понимаешь, что на среднестатистических боях ты будешь вывозить среднестатистическое количество серебра. Ничем не больше, чем на других тачках 8 уровня. Если отминусовать отсюда бустеры, которые мне дали целых 40 тысяч, то вы увидите 31 тысячу серебра чисто ганом по результатам боя, если играете без прем-аккаунта. С прем-аккаунтом, понятное дело, смотрится это немножко симпатичнее. В отношении моей результативности. Результативность ваша будет, как правило, в пределах тройки лидеров. Но на первое место вам в основном рассчитывать не придется. Потому что получить это третье место с таким ДПМом и с такой скоростью перезарядки очень сложно. На более скорострельных орудиях вы успеваете больше урона нанести. Допустим, по нескольким оставшимся соперникам, особенно если ваших союзников существенно больше. То есть, грубо говоря, оставились вы там в каком-то бою 4 против двоих соперников. То, соответственно, когда вы вчетвером прикатили к этим двум соперникам, вы все-таки успеваете какого-то урона в них понакидывать. Для того, чтобы увеличить свой доход. Ну а на этой тачке, приезжая вместе со своей командой, вы делаете один, максимум два выстрела. И на этом, в принципе, все заканчивается, потому что ваши союзники успели соперников уже давно поразбирать. Вот такой вот он на М4. И я не могу его рекомендовать как один из танков, которые стоит брать первыми, если у вас нет более интересных машин в вашем ангаре. В составе набора, ну, можно подумать. Покупать по отдельности уж точно не вариант. Пошел снимать специально для вас следующее видео. А вы, друзья мои, лайкните за честность. Обязательно подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.